Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, мужчины! А можно музычку? Я готовилась сегодня к номеру, чтобы попить, поэтому лучше поговорить. Я рада вас видеть. Поздравляю вас с тем, что вы живы сейчас выходящим. Такое очень тяжело. Понимаю, что это непросто. Мы себя поздравляем и надеемся, что до конца выступления мы окажемся или останемся с вами свеженькими. И будем способны еще воспринимать какую-то информацию. Тяжело, когда жарко вам? Очень важно. Давайте, когда вы депутаты, мы как-то махат. Я не буду говорить, что я буду вас охлаждать. Скорее, наоборот, постараюсь вам так, чтобы вы не сгорели. Ваш клуб и жар не сильно вас ударил, но все-таки ем не. Хочется, чтобы мое выступление оставило как минимум приятную мысль, такого сараканчика поселило в вашей голове, который бы принес вам то, что на сегодняшний день больше всего нужно. Сложно, как я говорю. Но факт остается фактом, потому что каждый раз, когда мы приходим на какие-то мероприятия, мы наверняка приходим с каким-то вопросом, с каким-то поиском, может быть, в поиске чего-то нового для себя или в поисках, возможно, себя. По крайней мере, каждый раз, когда я посещала какие-то мероприятия, и думала, зачем я иду слушать каких-то разных странных людей, я понимала, что что-то, видимо, есть такое, что мне сегодня нужно найти. И вот мне бы хотелось, чтобы хотя бы кто-то из вас в моем выступлении нашел то, что ему сегодня больше всего необходимо. Ну, в общем, все, пока чуть-чуть пособирались, я поговорила. Скажите, пожалуйста, кто из вас со мной знакомый? Ну, по крайней мере, так. Окей, это хорошо. Всегда гораздо вкуснее, когда поднимают весь зал и думают, что же теперь рассказать. Все все знают. А так можно петь песню сначала. Ну, давайте немножко вкратце. У нас сегодня, к счастью, наверное, нет никакого экрана, потому что обычно включается достаточно искусственная презентация, директор говорит, вот, посмотрите, это все я, и это тоже все я. Вот мне сегодня придется быть за всех, пойду из-за экрана, из-за девочки, которая говорит. Поэтому я вкратце буквально несколько слов вам скажу о себе, чтобы было более-менее чуть-чуть, хотя бы понятно. Оля Вернивала, мне 32 года, пока еще не 33, но в этом месяце уже исполнилась. Какое капец, ужасное осознание. Ну, на самом деле, уже, наверное, тот самый момент встал, когда я поняла, что такое, когда взрослые люди говорили мне, что возраст это всего лишь цифра. Это на самом деле так. У меня есть две дочери. Одна из них год восемь, вторая четыре и семь. В общем, где-то так, в месяцах они их путают. Кому семь, кому восемь, но это не так важно. А я замужем, и у меня, как уже сказали, есть несколько бизнесов. И, собственно, все это, вроде бы, достаточно по-новому. Есть дети, есть муж купил ей бизнес, понятное дело. Ну, это как бы стандартное наше восприятие женщины, если у нее что-то есть. Но я не буду сегодня рассказывать всю историю в деталях. Просто, поскольку тема моего выступления звучит, что как превратить, в общем-то, в свое... То, что ты любишь делать, да, давайте на русском языке. То, что ты любишь делать в деле. Я хочу рассказать вам о том, как это произошло со мной. Как я смогла превратить все в деньги. Потому что на сегодняшний день у нас есть с мужем несколько бизнесов. Один из них, с чего, в общем-то, я начинала, это свадебное агентство, которое называется «Идеальная свадьба». И этому бизнесу уже восемь лет. Собственно, с него стартовала, наверное, моя основная карьера как бизнес-тримера, потому что я начала обучать замечательно девочек, как создавать свадебный бизнес. Вот, потом родилось, как вообще создавать бизнесы в таком формате, в котором работала я. И, собственно, затем родилось маркетинговое агентство. И, в общем-то, сегодня на этих примерах я хочу рассказать вам в реальных каких-то цифрах, показателях и использовании тех возможностей, которые у меня были, как из ничего можно создать многое. Потому что я не просто человек, у которого есть какие-то бизнесы, я человек, у которого... который заработал более уже нескольких миллионов долларов на этих бизнесах. Я человек, который сделал это с мужем, и мы сделали это даже не с двумя, а с семьей с позиций, потому что мы попали в кризис, в общем-то, потеряли все то, что у нас было. Я человек, который любит ставить совершенно какие-то безумные цели, вот, им как-то их достигать. Знаете, это чисто по-женски. Ах, как-то я это хочу и как-то я это сделаю, да? Если мужчинам нужны бизнес-планы, как это сделать обязательно, нужно очень прагматично понимать, то, как бы, в моем случае это все не работает, потому что, если я хочу, то я уже обязательно найду, как это сделать. Но мое отличие, наверное, от субботы большинства женщин в том, что я это нахожу не так, что, да, кто подарил или кто сделал, а все-таки задавая, ну, используя те возможности и те навыки, умения, которые мне дали, в общем-то, при жизни, и те, которые я смогла взять дальше, вот, нарабатывая их, используя, в общем-то, и развивая основные свои какие-то сильные стороны. И, наверное, на этом я бы хотела сегодня заострить внимание, потому что большинство женщин, да и не важно, давайте не женщин, а мужчин, всех разных людей, в какой-то момент начинают волновать вопрос, как мне зарабатывать на жизни, как мне реализовывать всю жизнь, правда? Для меня этот вопрос стал очень остро, значит, если так, чуть-чуть предыстория, в 19 лет я попала в женскую группу, вот, в попсовную группу, называлась «Нагавана», вы тогда, если ходите, ну, может быть, кто-то из вас помнит, кто-то нет, по возрасту уже, уже нет возрастная группа, оказывается, которая эти времена не помнит, был такой продюсер Александр Ягольник, который зажег в свое время Ташу Могилевскую непославную песню «Ла-ла-ла». И вот в это чудное время я как раз с ним познакомилась, его имя гремело, и он создавал женский коллектив, у меня у него была группа «Игрушки», вот, и я попала в женскую группу и считала, что я стану настоящей звездой. В общем-то, это произошло не просто так, потому что до этого момента я где-то лет десять пела и танцевала в детских коллективах. И всю свою вот эту вот детскую жизнь, знаете, я гастролировала, выходила на сцену, я очень сильно это любила. И когда прошел момент поступления в университет, я была еще отличницей, конечно же. Вот, почему, конечно же, потому что вот этот вот момент перфекционизма, знаете, который присутствует в том, очень многим девочкам вот не разрешает быть хуже, чем все остальные, и у меня это было очень важно. И когда я начала, значит, затумываться, куда поступать, моя душа говорила мне о том, что у тебя должно быть что-то творческое, как бы мои родители и все мое окружение говорило о том, что у меня должно быть что-то серьезное, да, ну, чтобы, ну, это не серьезно, быть кем-то там в университете культуры, идти, ну, фу, ну, да, идти к каким-то там, ну, не очень, что вы. Оля, ты же не можешь, ну, что вот так начинался приблизительно, ты же, надеюсь, не будешь туда поступать. Ну, конечно же, я туда не могла поступить морально, да, как бы мне не позволяло это, в итоге я поступила в другой модный бус, и когда я поступила, я пришла к родителям и сказала, что, ну, как, извините, я не могу, то есть у меня здесь есть очень сильные депрессии, и это, кстати, очень важный момент, если вы страдаете или замечаете в себе сейчас при работе или еще в чем-то, чувство дискомфорта, когда вы делаете какой-то выбор, заниматься этим или не заниматься, стоит ли мне в какую-то сторону идти, вот обязательно к себе прислушивайтесь. Вернее, она скоро в сауне, если пот начнет медленно находиться по моим телу, в общем, другое выступление. И, собственно, когда я поняла, что я не могу в себе врать, я все-таки поступила в университет культуры, и следом случился вот этот знаменательный момент, когда я очень легко познакомилась абсолютно случайно там в кафе со своим будущим продюсером, и впоследствии попала в женский коллектив, в котором я была 8 лет. И это были такие, знаете, счастливые и страдаческие годы. Объясняю почему. С одной стороны, я чувствовала, что это круто, потому что я делала то, что мне нравилось. Нравилось мне непосредственно выходить на сцену, мне нравилось разговаривать с историей, потому что очень важно, когда артист умеет прежде всего общаться, а не только петь. Особенно, когда ты в женской группе, особенно, когда ты выходишь на сцену в трусах и в речке, да, условно. Особенно, когда с девушкой, и твоя группа не суперпопулярна, и, соответственно, девушки не пищат от тебя от восторга, а мужчины пищат, когда выходят там 4 19-летние девахи, вот, со своими формами. И, естественно, очень важно приучиться устанавливать контакт с залом, для того, чтобы вы могли нормально работать. И, собственно, девочки танцевали, понимали, что мы здесь не конкурентки. И в какой-то момент я поняла, что вот этот момент общения с аудиторией мне очень нравится, да. То есть я словила, что это кайф. И мне показалось, что... Сейчас я хочу, чтобы вы слушали меня между строк в том числе. Потому что то, что я говорю, очень важно. Это не просто моя история. Мне показалось, что я не могу оставить сцену, чтобы по-настоящему мое призвание, потому что я испытывала колоссальное удовольствие. То есть когда я выходила на сцену, мир замирал. И мне никогда не нравилось петь. Давайте так, откровенно, да. То есть мне не нравилось петь, хотя пела я весьма неплохо. Вот. Мне никогда не нравилось петь, но мне очень нравилось общение с аудиторией. И вот в какой-то момент я поняла, что моя группа не супер популярна. Мы зарабатывали супермного денег. Все как-то есть. Вот знаете, как работа очень часто. Вот она как бы есть, тебе вроде бы не нравится, но ты не видишь какого-то развития. И когда мне исполнилось уже 24 года, я поняла, что как-то вообще, знаете, ну вот что-то не то происходит. И личная жизнь моя не очень складывается, воспринимает меня как-то не очень правильно. И у меня началась такая первая как бы депрессионная стадия, потому что я поняла, что во мне есть какие-то науки, умения, для чего ты родилась. И я впервые задала себе вопрос, для чего вообще, да? Ну, где мое будущее? Что я могу делать? И я не знаю, как это происходит сейчас у вас. Мои дети еще слишком маленькие, для того, чтобы я задавала этот вопрос им. Но меня это очень сильно беспокоило. Я начала задавать такие вопросы себе, глядя на других людей, а как получается, как они живут? Потому что в моем окружении были люди, у которых все было хуже, чем у меня. То есть они, когда на меня смотрели, они говорили, тебя показывают по телевизору, ты снимаешь на клипах, ты выступаешь на сцене. Им казалось, что моя жизнь очень классная, потому что они работали на обычных работах, зарабатывали там мало денег совсем, а я еще умудрялась там покупать какие-то более дорогие вещи, но это вообще отдельная история, да, из жизни женщины, как она умудряется тратить больше, чем зарабатывает. Вот у меня как-то это все время происходило, но это другая совсем часть. И тогда, знаете, я стала обеспокоиться, ну, как бы такой пришел у меня вопрос, а как, например, вот эти люди, ну, мне казалось, как, мне говорили, успокойся, у тебя все лучше, чем у всех остальных. И я начала смотреть на людей, которые ездили на машинах хороших, начала видеть девушек, да, которые одевались красиво, начала смотреть на людей, которые ездят путешествовать, и я поняла, что я вообще никуда не ездила за границу с тех пор, пока вот, ну, только со своей группой, когда мы ездили выступать на гастроли, а отдых у меня не было, потому что я не могла с алкоголи даже банальную Турцию там поехать, отдохнуть. И я думаю, блин, столько много людей, у которых всего гораздо лучше. То есть вот они как-то покупают все равно квартиры, какие-то машины, а я вообще не могу концы с концами свести. И мне все вокруг говорят, что у меня все лучше, чем у других, да. И я поняла, что я не с теми людьми вообще равняюсь. Я решила себе разбудить жабу. Если бы сейчас был за весь слайд, я бы вам написала, разбудите себе жабу. Что такое жаба? Я начала смотреть и думаю, мне нужно разбудить в себе злость. Посмотреть и спросить, почему она ездит на хорошей машине? И не начать рассказывать, что она в ней там, да, вот все вот эти вот вещи. Потому что, ну, я понимала, что может быть такая-то часть это делает, но вряд ли прям все женщины мира получают автомобиль только такими условиями. Ну, тогда бы мужчины всего мира были супер счастливыми, они же несчастливы. Значит, не все женщины это делают. Вот, и это ложатся мужчин, конечно. Вот, я поняла, как я не теряю так долго. Но суть поделась к другому, да. Я поняла, что есть люди, которые живут как-то по-другому, есть люди, которые могут зарабатывать, есть... И вот этот вопрос начал меня очень сильно обеспокоить. И я, например, здравый человек, который рядом со мной был, это была мама, которая спросила, мама, ну, как, ну, как у них это получается? Но мама мне сказала, что ты, Маш, ты как бы родилась немножко не в той семье, я делаю все, что возможно, но у нас нету каких-то вложений для того, чтобы открыть бизнес, нужно решить деньги, да. И я опять этот вопрос на этом начала во мне зреть, потому что я понимала, что мы тоже, что в семье родились, у меня было много денег, да. И первый момент, который меня беспокоил, это как вообще что-то создать, да, нормально. А второй момент, который меня беспокоил, если бы у меня были деньги, что бы я лучше создавала? Ну, если бы я решила первую проблему, какая была бы вторая, чем бы я хотела заниматься? И опять стало сложно, да. Ну, там кто-то бы мне сказал, ой, ты бы, наверное, открыла свою группу и правильно бы ее предвестировала, но я уже на тот момент была продвинута, я понимала, что в вашем бизнесе точно группу я бы не открыла. И вот этот нюанс, он меня очень долго беспокоил. Скажите, пожалуйста, вот честно, да, сейчас из тех, кто здесь сидит, есть люди, кого беспокоят вопрос, о чем я должен реализоваться, о чем бы я хотела заниматься на самом деле? Это очень хорошо, что он вас беспокоит. Я вам открою секрет, потому что 90% населения он не беспокоит. 90% населения живут как растение, их абсолютно устраивает, и что есть. Они смотрят новости, размещаются, говорят, как же выжить на эти суммы, да, но, в общем-то, никогда не задают себе вопрос, как сделать так, чтобы меня это не беспокоило. Вот меня это начало очень сильно тяготить. Далее упустим моменты, которые происходили в жизни, потому что я искала активно ответы на эти вопросы. И это, наверное, следующий нюанс, который бы я хотела, чтобы вы услышали. Очень важно не закрыть глаза на то, что вас беспокоит, а сказать себе откровенно, это проблема, я хочу найти ее решение. Настолько психологически получается вступление. Но если вы хотите, то, пожалуйста, не говорите себе о том, что, да ладно, я сейчас пока поработаю, я пока перетерплю. Самой по себе ничего не находится, запомните это. Если вы этого таракана закрываете в своей голове, как на замочек, и говорите себе о том, что, ладно, оно само случится, само не случится. Пока вы, по крайней мере, не заявите о том, что вам это нужно, вы хотите, вы перестаньте обвинять других людей и сказать отмазки, ой, это у нее, потому что ее муж дал, а это в семье правильно родилась, а это еще что-то. То есть, это все ваше отрицание, вот эта злость, оно все перекрывается всегда вокруг. И я себе признала, что я пою в группе, я ни чертать не умею, вот так я себе сказала. И я очень хочу сильно поменять свою жизнь, я хочу нормальных отношений, я хочу реализации, потому что я относилась и отношусь к той категории женщин, которым мало выйти замуж, мало родить детей, мне нужно реализоваться. Я это прекрасно узнала. Конечно же, я имела огромные проблемы из-за этого с мужчинами, потому что даже знакомясь со мной, когда мужчина общался, он понимал, что я не тот типа женщина, которого можно посадить дома, а он будет сидеть и готовить глупцы. Я могу готовить глупцы даже по ночам, но при этом это не мешает мне работать, вот, развиваться. Одно такое мне никогда не мешало. И, в общем-то, когда я задалась всеми этими вопросами, когда я начала работать на кого-то, я посещала различные, может быть, вам это поможет, посещала различные такие духовные практики, я познакомилась со своим супругом. Ну и тут, конечно же, все на этой ноте обычно говорят, мне, ну понятно, муж-то был богатый, все ей дал, ну если бы мне муж дал, я бы тоже встала. Ну, в общем-то, мне муж все дал, я смогла. А потом у меня это все забрали. Забрал, забрал кризис, забрал у нас очень жестко и мы столкнулись с тем, что нам пришлось, ну и то, что пришлось, мы столкнулись с тем фактором, что либо нам сейчас надо с мужем что-то делать, что-то реализовывать, придумывать и, собственно, строить каким-то образом свою жизнь, либо нужно устраиваться на работу, скорее всего, разводиться, потому что все-таки я выходила замуж с одним мнением об этом человеке, представлением о жизни, не мнением, представлением о жизни. Он, видимо, тоже представлялся как-то свою жизнь со мной. И, естественно, что вот накануне как раз момента, наверное, вот это все-таки нюансы упустило, накануне того, когда произошел этот кризис, у нас была свадьба. И я обратилась в свадебное агентство, у меня был бюджет для свадьбы, все было хорошо. И когда я начала обращаться с вами на агентство, я по жизни такой а, перфекционист, б, я была на сцене, я организовывала очень многие вещи, какое-то время я даже была директором своей группы, потому что по жизни у меня есть такие очень хорошие организаторские способности. я понимаю, как все должно быть и могу легко построить других людей. Вот. Для людей не всегда легко, для меня легко. У людей обычно стресс, они сходят с ума, некоторые заканчивают рисковым действием, но у меня все получается. Вот. Поэтому для меня это легкий навык. И когда я начала строить другие свадебные агентства, других людей, муж мне сказал, слушай, ну ты же хочешь развиваться, заниматься, начни заниматься организацией свадеб. И я как-то подумала, как девушка, поскольку у меня не было на тот момент очень короткий момент в моей жизни, полгода у меня не было финансовых проблем, мысли о том, что они у меня тогда не появятся, я подумала, ну круто, да, я действительно хочу заниматься организацией свадеб. И у меня, знаете, было представление о бизнесе такое, как сейчас у сидящих людей здесь в саде, у которых бизнеса нет. Что бизнес, открыть это надо какое-то помещение, каких-то людей, включить рекламу, и вот он бизнес. И, в общем-то, я взяла ресурсы, которыми муж со мной поделился на тот момент, и арендовала дорогой офис, наняла хороших сотрудников, вот, ну и решила, все, я организовала, я свою работу выполнила. Но я не знала о таких вещах, как маркетинг, я не знала о таких вещах, как УДП, в общем, я ничего о бизнесе не знала. И когда грязный кризис, то, естественно, что, ну, стало все сильно хуже, чем было до этого момента, и, ну, в общем, мой бизнес, ну, то, что называется, да, бизнесом, не имел шанс вообще на существование, на то, чтобы выжить. И вот тогда я впервые поняла, что, ну, за тот период, да, что для того, чтобы у меня сейчас все-таки что-то получилось, мне нужно включить свой мозг. и мозг не в плане того, как потратить деньги, а мозг в плане того, как заработать деньги, используя эти навыки, которые у меня есть. И я начала думать, какие сильные навыки у меня есть. И вам бы тоже рекомендовала об этом подумать. Я думаю, так, что я умею делать? Я умею общаться с людьми, не боюсь этого. Для меня завести разговор с человеком, расположить его или не расположить его, это уже не имеет значения, как пойдет дело, да, или в ту, или в другую сторону, но проблем нет. Потом я поняла, что я умею весьма неплохо писать. На тот момент, как бы это странно ни звучало, интернет еще только-только, соцсети там начинали, да, что-то, еще не было такого активного, это 2009 год начало. Я поняла, что я умею писать, и я решила вести блог. О чем писать, я еще не знала, но это не имело значения. Далее я поняла, что мне нужно где-то выступать и каким-то образом что-то придумать, чтобы мне затягивать людей и рассказывать им о той услуге, которую я даю. Потому что в 2009 году услуга организации свадьбы вообще в качестве ну, с организатором, это было еще такое, ну, как бы не совсем продвинутое действие, и даже там по поисковым запросам в интернете было очень мало откликов на это. И, собственно, я подумала о том, что я же не боюсь аудитории, а что, если я придумаю какие-то мероприятия, куда я буду приглашать невест, девочек, и рассказывать им о том, как готовить свадьбу. И вот, взяв вот эти вот три небольших навыка, а, еще я подумала, что я умею, насколько писать, я могу журналом преподать, делать, публиковать свои статьи, потому что я могу их убедить в том, что их статьи очень плохие. Вот, что я, кстати, успешно делала. И плюс у меня было очень хорошее эстетическое понимание, потому что, за счет того, что я была в шоу-бизнесе, я очень хорошо разбиралась в фотосессиях, постановочных съемках, в том, кто такой хороший фотограф, который был плохой. В общем, набор был колоссальный. Вы понимаете, что не стартануть и не выстрелить с этими гениальными навыками было очень сложно. Я взяла это в кулаку, потому что в одной стране у меня стояло вот это, во второй я понимала, что мне нужно идти работать секретарем, потому что, ну, больше я не понимала, что я могу делать. Я не супер-классная вокалистка, я не супер-крутая танцовщица. В общем, я во всем не супер. И вы не поверите, но в течение нескольких лет это дало мне возможность привлечиться в топа. Я стала использовать все, что у меня попадалось, когда я обнаружила, что нету, то есть ко мне пошли невесты, я стала проводить мероприятия, ко мне пошли невесты, и я в какой-то момент обнаружила, что нету специалистов именно моего профиля. Мне нужны менеджеры, мне нужны какие-то организаторы, я их решила начать обучать. Я думаю, ну что делать? Мне было очень жалко, потому что это все были такие, знаете, мои кровные навыки. И мой муж мне говорит, Оля, а ты будешь девочек обучать? У тебя не проблема, три дня говорить перед аудиторией. У тебя даже голос не садится. Давай, ты девочек невесты не обучаешь, ведешь им мероприятия. А почему ты этим девочкам не будешь? Я ему говорю, я могу вести, но только очень дорого, потому что мне как бы жалко рассказывать им информацию. И Сергей на тот момент, он тоже начал уже продвигаться в бизнесе, в обучении, в разных форматах, он мне сказал очень правильную вещь. Может быть, вам сегодня это тоже поможет. Он мне сказал, ты знаешь, сейчас у тебя есть шанс стать первой. И стать первоисточником того, что ты расскажешь этим людям. И ты навсегда останешься в истории. Пройдет еще год-два, и об этом начнут рассказывать все, потому что это уже будет доступный опыт. Я его послушалась, и я начала обучать. И за счет того, что я продолжала много писать в соцсетях, вести рассылки, начала и так далее, в какой-то момент совершенно непостижимым образом для меня меня начинают приглашать по всему СНГ на какие-то конференции, выступления. Меня начинают покупать за большие деньги, меня начали покупать коучинг за 10 тысяч долларов. Мальчики начали очень расти, и я вдруг оказываюсь на интервью на одном российском канале и мне задают вопрос «Ольга, а как вам удалось стать самым высокооплачиваемым бизнес-тренером на свадебном рынке СНГ?» И тогда я впервые поняла, что действительно этот момент случился. Как? Не понимаю, потому что все, что я делала, я делала по кайфу и с драйвом. Знаете, так? Ну, типа «А что нет? А прикольно!» И давайте на истории сейчас чуть-чуть сделаю паузу, и я хочу, чтобы вы об этом подумали. Потому что когда мы начинаем искать, а в чем я могу быть лучше, а как мне зарабатывать деньги, мы начинаем искать в чем-то совершенно глупом. У нас с мужем были тоже такие как бы ситуации, паузы, да, когда не все получалось, и мы начинали думать, может быть, нам лепку пельмени организовать, так, знаете, покрышки начать продавать, стены, как красить, ремонтные бригады организовывать. Но есть такая штука, когда вы что-то придумываете, поспите с этим 2-3 дня. И если вы понимаете, что каждый день вы просыпаетесь, а лучше вы ночью не ложитесь спать, и вы говорите «Я хочу!» Вот я говорила так. Тогда это то, чем вам нужно заниматься. Если вы говорите «Да, это хорошая идея продавать воду, да, и вы себя уговариваете, а вода гребанная не продается, вы не хотите этим заниматься, вы говорите «Что-то я не могу найти времени, чтобы узнать об этом, что-то я не могу найти времени, чтобы пойти куда-то». Это говорит о том, что это не ваше, и вам не интересно, и не надо себе врать. И то же самое касается той работы, на которой вы сидите и портите бизнес своим любимым боссом. Потому что когда человек оказывается не на своем месте, вы сидите и ненавидите своего босса, ненавидите свою работу, то, что вы делаете, вы мечтаете, когда закончится ваш рабочий день, вы отправляете свою компанию рядом и свою жизнь в том числе. Подумайте о том, кого вам жалко больше, босса или себя, потому что кому-то больше жалко босса. Нелюбовь к себе она тоже у нас сегодня существует. Я, возможно, не самый мягкий спикер на вот этом мероприятии вообще по жизни, но зато я самый правдивый и единственный, кто не будет вам сегодня врать. Так вот, подумайте над тем, сколько удовольствия есть в вашей жизни. Знаете, самое ужасное, что я помню, например, мысли свои с детства, самые дурацкие, даже не дурацкие, а прикольные даже, но меня это очень сильно уже стало. Я помню, как я шла в школу во второй класс, утром, такая, в троллейбусной остановке. Иду, темно еще, потому что зима, и я такая, иду, и думаю, ё-моё, это я сейчас, только во втором классе, и до одиннадцатого класса мне нужно будет каждое утро кроме предмета ходить в эту школу. А потом я пойду в институт, и буду пять лет точно там же ходить. А потом, что самое ужасное, я пойду на работу и буду ходить там, и до шести вечера работать и ждать, когда наступят выходные. А настоящим праздником в моей жизни, когда у меня будет десятидневный конкурс государственный на базе Маринка. И это так, потому что многие до сих пор считают, что жизнь это такое очень тяжелое испытание. И что просто кому-то повезло, но не мне. Кому-то повезло. Я наблюдаю сейчас за жизнью своих одноклассниц. И я вижу, что ничего не поменялось с тех пор. Потому что мы считаем, что поменяться может только если удачно сложатся обстоятельства. А поменяться может только если вы сами удачно сложите свои обстоятельства. Все то, что у вас сегодня есть, то количество денег, то, на чем вы сюда приехали, то, что вы одеты. Это все то, чего вы заслужили сами, то, чего вы сами захотели. Как бы это неприятно не звучало. Это факт. Вы можете считать, что вы классные, что вы гораздо лучше, что вы офигенные. Но вы такой, какой вы есть сегодня. То, где вы живете, то, какая у вас есть квартира. Это то, на что вы сегодня способны, то, на что вы реализовали свой потенциал. Неужели кто-то из вас верит, что нас прислали в мир некоторых из нас, так неудачно, как вы подзады, сказали, иди, ты в этой жизни ничто. У тебя в этой жизни ничего не будет. Им повезло, мы их с левой дверки выбросили, а тебе не повезло. Это не так. А все потому, что вы попросту не смогли найти то, с чем сюда должны были прийти. И вот, когда я начала анализировать впервые, как получилось, как вот этот ход, вы знаете, вот все всегда, когда задают вопросы о том, такой популярный вопрос, как вы достигли успеха, Люди такие вопросы задают. Все считают, что это выглядит приблизительно так. Вот тут человек шел, тут не было успеха, а потом он сделал так, и тут успех наступил, пришел. Ведь нет четкого перехода между этими действиями. Совокупность тех действий, которые вы совершаете, и определяет вас на какой-то точке, куда вы идете дальше. Это ваш успех или ваш неуспех? Так вот, самое плохое, что мы делаем, это то, когда мы не слушаем себя. Это то, когда мы чувствуем, что мне не нужно сюда устраиваться на работу, или мне не стоит этим заниматься, или мне не нужно встречаться с этим мужчиной, или мне нужно разорвать эти отношения, или мне нужно пойти куда-то дальше, или мне нужно этому научиться. У меня душа начинает петь, когда я об этом думаю. Мы всегда себя не слушаем. Мы слушаем родителей, которые все знают, да? Они лучше, естественно, знают. Папа так всегда говорит, я лучше знаю, но мы не верим. и самое грустное, это то, что мы даже слушая это здесь, прикрываем уши и делаем вид, что это не для нас. Мы не пропускаем себя эту информацию. Ну, как бы это, что глупость? Ну, девочка такая, ты вышла в белом платье, какую-то фигую чешет. Ну, я-то знаю про эту жизнь, у меня-то, понятно и дело. Вот, она-то сядет на свой порш, ухватит, у меня-то жизнь тут, здесь, прямо сейчас. Так вот, ребят, отвечаем на первый вопрос, название своего выступления. Как все-таки превратить любимое? Я могу сказать следующее, что нельзя превратить нелюбимое в деньги. Деньги всегда там, где удовольствие. Вот за счет того, что у нас записаны такие программы, которые и многие из нас наблюдали у родителей, что деньги считают какие-то страдания, да? Ну, там, нужно на этой работе досидеть, чтобы получить какие-то деньги. Вот, пойдите по-другому и поищите, от чего вы кайфуете. От чего вы кайфуете, это хорошо проявляется в том, а что у вас получается. Ведь мы всегда получаем удовольствие от того, вот, что у нас получается, правда? Если задать ребенку вопрос, вот я здесь спрашиваю, тебе что больше нравится, например, параллельными танцами заниматься или гимнастикой? Или гимнастикой? Потому что у нее это лучше получается, она это чувствует. И вот каждому из нас при рождении даны такие вещи, которые у нас лучше получаются. Я, например, вообще не умею рисовать. Да, совершенно как бы моя вещь. Может быть, вам это покажется совершенно глупым, но сделайте простое упражнение, я вам рекомендую для себя сегодня. Это просто начните с того, что запишите все, от чего вы получаете недовольствие. Что вам нравится делать? В чем вообще карп? Вот абсолютно все. И я вам могу дать сто процентов, что деньги находятся там. Потому что только когда вы подумаете над тем, где карп, и подумайте над тем, каким образом это можно развивать в деньги, вы не просто обретете себя, и вот это модное слово свое предназначение, но вы и обретете то, где понимаете, что очень важно в деньгах. Деньги – это энергия. Для того, чтобы было много энергии, много денег, нужно много удовольствия, вот этого кайфа, такого ощущения. Когда мы делаем, вспомните, что-то, что нам не нравится, нас очень сильно гасит внутри. Мы не учимся, мы страдаем, мы думаем, как это бы быстрее закончить. И вот в какой-то момент я поняла, что меня перестает выжигать то, что я делаю. Я поняла, что как-то, вы знаете, мне нужен перерыв, тоже такой очень интересный момент был в моей жизни. И у меня начался финансовый спад в том числе. То есть я поняла, что что-то, что-то не то. И это было очередное терзание. И вот исходя из этой мысли я могу сказать, что не ждите, что в жизни будет всегда, вот вы найдете свою дорожку, вы будете идти по ней, да, и только кайфовать. А моменты роста обязательно должны быть, а просто это всегда боль. Боль, страхи, сомнения, терзания. И очень важно переходить на какой-то уровень и не бояться этого делать. И порой бросая себя куда-то в некомфорт, да, бросая себя даже в какую-то жуткую иногда стритую и определенность, да, когда, а что такое неопределенность, когда ты, например, это закончила, здесь еще не начало, тебя это гораздо быстрее заставляет включиться, адаптирует все твои силы и, собственно, найти выход. Но в моей жизни хватало еще очень много таких важных вещей, было, как мотивация, да, почему, например, есть люди, по моему определению, личные, есть люди более успешные и с менее успешные, есть люди, которые больше хотят, есть которые меньше, большинство людей ничего не хочет, их ничего не мотивирует. Как бы вам сейчас это ни казалось, опять-таки, эта фраза, но это правда. И мне повезло, потому что я все время хочу, я всегда о выступлениях говорю, и жизнь мне еще послала прекрасных твоих дочерей, которые хотят тоже. Я обожаю с ними заходить куда-то, потому что они всегда кричат «Хочу! Хочу!» И я, знаете, купаюсь в этом, потому что я понимаю, что у меня никогда не закончатся силы, у меня никогда не закончатся идеи, у меня никогда не закончатся проекты, потому что они хотят, это же классно, что они хотят. Мама обычно говорит «Мы не можем, тебе не надо!» Я говорю «Здорово! Хотите, давайте пофантазируем на эту тему». Потому что это классно, это тоже энергия, которая приходит. И вот в моей жизни развитие шло следующим образом. Я поняла, что как-то свадьба, круто, типа лидер, номер один, здорово, замечательно, есть аудитория, есть конференции, есть там, ну, очень все круто. Но я поняла, что я пришла к какому-то потолку, потому что каждый профессиональный один мир, среда, он ограничен. Ну, тут знают всех гублотеров, тут всех свадьбчиков, тут там всех юристов, еще что-то. И мне это стало скучно. Конечно, это страшно всегда признавать, особенно, опять-таки, тут как университет, знаете, всегда, ты же умница, красавица, так как же ты можешь? А я поняла, что мне как бы скучно, я больше не хочу. Ну, я хочу в новую, я хочу в переду, там, где я никто. Я хочу нового полета, я хочу нового подъема. И, естественно, что мысль о перемене ко мне в голову уже не пришла, да? Я снова задалась себе вопросом, что ты умеешь сейчас, что ты круто делаешь, от чего ты поешь, да? От чего, от чего, что твоя команда, на что она способна? И мы начали это анализировать вместе с командой и видели, что самое крутое, что мы сделали, проанализировал, мы поняли, что мы очень круто реализовались именно в сфере интернет-маркетинга. Мы очень круто разбираемся в email-маркетинге, потому что, да, это письма, которые вы получаете, потому что много лет мы уже это делаем и, в общем-то, умеем на этом хорошо и распручиваться, и зарабатывать, и прочее, и прочее. Мы увидели, что мы очень хорошо анализируем бизнесы и видим в каждом бизнесе, где их прокол с точки зрения непосредственно маркетинга. И таким образом, буквально недавно у нас родилось маркетинговое агентство, причем сначала несколько наших знакомых начали к нам обращаться с таким моментом. Вы можете посмотреть на наш бизнес, проанализировать, сказать, что не так или чего, давайте там, сайт не то, это не то, так не то. И, в общем-то, дальше мы поняли, что еще ничего не делая, еще ничего не объявляя, у нас вдруг появляется очень много работы. Я, например, считаю своей самой такой сильной любимой стороной, я очень люблю писать. И писать не просто, а если кто-то читает мои рассылки иногда, то знает, что у меня есть такой свой особенный стиль в написании, и мне очень нравится то, что мы делаем. Мне очень нравится создавать отношения с аудиторией, мне очень нравится аудиторию щипать, провоцировать, возбуждать, будоражить, делать разные вещи, повелевать, владеть, и при этом делать так, чтобы жизни тех людей, которые не отчитают, менялись. Потому что сегодняшнее мое выступление, оно не для слабых, я даже удивлена, что только людей здесь есть, и не выходит в зал, не плачет. Иногда бывает, знаете, как показывают эти секты, там стоит отец, такой что-то говорит, и человек кидает, так вот, иногда тоже такое бывает иное поступление, человек не выдерживает, вот его психика как бы не может удержать. Но у меня никогда не стоит задача кого-то там обидеть, да, не сказать, что вы все плохи, ни в коем случае. У меня задача стоит всегда главная, дать вам понять, что каждому из нас дано что-то очень сильное, очень важное, и единственная задача, которая есть перед нами, это раскрытие, это не спрятать ни в коем случае, не прожить эту жизнь гадко, жутко, там страданиях, мучениях, ну я не верю в то, что хотя бы кого-то одного из нас за этим прислали. Но почему-то у людей не хватает смелости вот принять это и хотя бы попробовать поискать. Все настолько привыкли смириться, да, самый большой бойкот, который, или там бунт, который люди способны делать, это взять и палками друг друга побить. Но тут ведь это не работает, к счастью или к сожалению. здесь нужно себя поковырять, знаете, где-то до крови, где-то признаться себе в этом. Я долгое время в своей жизни страдала от полноты. Вот. Я была толстая, вот, как сказал мне продюсер, жирная. И я этого не видела, но было очень комфортно, хорошо с собой, вообще меня это не парило. Пока Саша, вот тот самый, который взял меня в группу, он мне сказал, ты жирная, толстая корова, вот, если ты не похудеешь, то я тебя не то что в группу не возьму, но как бы, у тебя вся жизнь будет, ну, фиговая. И в моей 19 лет это был очень большой стресс для моей психики, потому что я впервые как бы разделась, посмотрела на себя в зеркало, и, ну, я как бы приняла, что я толстая, жирная корова. Ну, то есть, это была не совсем правильная вещь с его стороны, но она, как бы, и с одной стороны мою психику пошатнула, с другой стороны я могу дедать за это. Потому что только после того, когда я увидела, что, ну, реально, я себе такое не нравлюсь, я смогла, наконец-то, перестать есть батоны, пока еду в маршрутке, да, запивать витрами газировки, вот, рассказывать себе, что, ну, не в этом мое счастье. То есть, я, например, за это очень благодарна. И я сегодня такой человек, который где-то предпочитает шоковую правду, и мне кажется, это гораздо честнее, чем врать человека и говорить о том, что у него все хорошо, да, ничего страшного, бывает и хуже, да, вот это самое плохое. Поэтому, если у вас есть друзья, которые вас все время не тешают, то, возможно, это не совсем ваши друзья, подумайте и в эту сторону. Потому что иногда все-таки гораздо важнее сказать человеку правду, такое, какая она есть. Для того, чтобы он вынурнул из мира этих грез и понял, что можно что-то изменить. Дело в том, что каждый человек имеет право принимать, да, то, что для него хорошо, а что для него плохо. Ну, для меня хорошо жить, как все живут. Ну, супер, живи, да. У меня там есть друзья, знакомые, наверное, не друзья, знакомые, которые говорят, ну, вот мне не нужно как тебе, мне не нужно разбиваться, мне не нужно ездить на другие курорты, меня это все не зажигает, мне хорошо, что тут в гидропарке в бассейне лежать, да, с кузом арбуз с него собирать, вот, у меня нормально, ну, ну, это нормально, ребят, нельзя сказать, что ты человек плохой. Самое, просто еще раз повторюсь, самое важное это принимать, не говорить, не считать себя при этом кем-то другим. Вот, когда я начинаю с некоторыми людьми, там, например, в соцсетях, о ком-то читаю иногда, мне представляются одни портреты этих людей, да, какие они в жизни, они так пишут что-то о себе. Ты встречаешься с человеком, видишь перед собой совершенно другого, и ты понимаешь, что, ну, ладно, какой-то у кого-то пытался изобразить, но зачем это делать перед самим собой? Вот это плохо. Поэтому депрессия приходит тогда, когда кажется, что есть безысходность, ну, а что мне тогда еще делать? Я ничего другого не могу, не умею, или не знаю, или у меня нет какого-то образования. Дороги бога, перестаньте думать об этом образовании, перестаньте вообще заниматься этими глупостями. Задайтесь только одним вопросом. Чего я хочу? Что мне нравится? И поищите просто, посмотрите вокруг, как это можно, многие говорят, что мне нравится, нельзя превратить в деньги. Это тоже неправда. Это тоже неправда. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, какое хобби вы в своей жизни приводили в... Ну, вот рассказываешь, у вас еще много об этом. Ну, вот я рассказываю. Например, первое мое хобби – болтать. Ну, вот, пример. Второе мое хобби – писать. Это, собственно, основное, на чем я заработала все деньги. Третье – уметь непонятные вещи объяснять простым языком. Вы же заметили, что я вам ничего не сказала на сложном языке, несмотря на то, что занимаюсь очень простыми вещами. Я не сказала вам ни одной терминологии. То есть, есть... Вам кажется, что надо же обладать какой-то степенью кандидата, профессора и еще кого-то, чтобы зарабатывать деньги? Ну, это не так. Нужно быть человеком, который умеет решать те проблемы, которые есть у той аудитории, для которой он что-либо продает. Решать ту проблему, которая есть. Вот и все. Поэтому вот все эти мои, скажем так, хобби, моменты организаторские, да, то, что я могу собирать правильных людей, выстраивать правильные процессы и делать так, чтобы это давало результат. Вот я вам могу сегодня смело сказать, если бы тут были люди из больших компаний, я бы прям поспорила на миллион баксов, квартиру бы свою продала, что я могу прийти в любую компанию и выстроить процессы таким образом, что денег станет больше, чем было, даже если половину из них я потрачу. Чуть-чуть. Но это слабость. У каждой женщины есть слабость. Давайте, очень интересно, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Очень хорошо, если на девичнике есть какое-то общение. Мне как всегда продолжать общаться с самой собой. Например, если пришел человек с работы, у него есть любимое дело, и он пока что занимается, работая на себя. Как раз это бизнес, чтобы он дал плоды за полгода? Смотрите, вопрос повторю для всех. Если человек занимается, работает на работе, вечером приходит и занимается любимым делом, как это развить в бизнес. Но я могу сказать так, что изначально всегда очень важно понять, хотите ли вы то дело, которым вы занимаетесь, действительно пускать в бизнес. То есть это важно. Если вы для этого что нужно сделать? Просто попробовать, поделать. Тут опять-таки сколько времени вы готовы на это потратить? Ведь приходя с работы, можно этим заниматься полчаса, а можно этим заниматься, знаете, спать не ложишься, потому что тебя это зажигает. Это трюанс тоже важен. Всегда смотрите, насколько вы хотите в это окунуться. Помните, когда книжка увлекает, ты пока ее не прочтешь, ты не можешь. Или сериал какой-то дурацкий, ты весь на нем. ну, вот этот нюанс. Это первое, что важно, словить, это эмоцию, вот это, ощущение. Не обманывайте себя, не заставляйте себя, я это полюблю. Вы же никогда не встречаетесь с мальчиком, и не заставляйте себя его полюбить. Ну, я полюблю его в следующий раз, ну, может быть, после встречи, следующей встречи я полюблю. Нет, вы либо горите, да, если уже там фамилию его примеряете, детишек там в фейсбуке, в программе делаете из ваших фото, либо нет. Поэтому, первый момент, если вы понимаете, что вы горите, вы начинаете ставить и устанавливаете себе обязательно какой-то срок. Я сейчас в течение месяца должна сделать нечто, определяете, что, какой-то результат обязательно, вот я должна его получить. Если у меня это получится, тогда вы принимаете решение. Тогда я бросаю свою работу и начинаю заниматься. То есть, не бывает так, что мы одной попой на двух стульях, это поймите для себя. Просто другой вопрос, что если вы каждый раз будете увольняться с работы, а потом завтра просыпаться и понимать, что это было не то, то это плохо. Поэтому, вы обязательно устанавливайте себе срок. Вообще, сроки запомните во всем. Вы говорите себе, окей, у тебя есть месяц. Если у тебя за месяц получается, у меня были такие девочки, ученицы в сваребном бизнесе, которые проходили тренинг за тренингом, у мужей брали все время деньги, сейчас я не буду, и говорили мне, ну, я никак не могу начать. И мне муж уже не дали на денег. Я говорю, правильно делаю? Она говорит, ну, вот я ему сказала, я не тренинг. Я говорю, ты приходишь и говоришь, дорогой, вот я беру месяц с того момента, когда я его закончила, если за этот месяц я не делаю вот эти части, то как бы все, я из этой темы выхожу. То есть, обязательно ставьте себе ограничения, потому что, если вы это делаете, когда-нибудь со мной это случится, я подошу, пока запомню вдохновение, то, в общем-то, это все никуда. Не надо себе врать. Это самое основное, что вы должны запомнить. Можно еще вопрос. Какую тактику вы использовали? Там, психосематика, влияние, контроль вот в таком плане? Я? Да. Если я что-то использую, то очень неосознанно, потому что ничего осознанного я в этом плане не умею. То есть, я никогда, мне там кто-то меня спрашивает, НЛП, я часто вам скажу, я в этих моментах, я считаю, что самое главное, что я могу использовать, это А, то, что я верю, Б, это свое желание это нести в аудитории, и С, возможно, это желание заставить людей в это поверить. Но, это мое личное желание. А вопрос, принимаете вы это или нет, это все зависит от того, готовы ли вы это принять. Но я считаю, что вы примете мои программы установки, нежели программы установки людей, которые говорят вам о том, что живи так, как есть. Вот. Ну, то есть, я считаю, что я делаю добро. Мне кажется, человек не может вообще что-то делать или говорить, если он несет нечто другое. Уже ваше отношение зависит принимать это или нет? Если муж денег не дает, а идей много. Они нужны, деньги мужа. Деньги – это зло, которое вам дают на бизнес. Вот пока вам дают деньги, вы думаете о том, как их потратить. Когда вы хотите по-настоящему чем-то заниматься, вы задаете себе вопрос, каким образом я могу заработать. Если ваш мозг дает вам ответ, а для этого не нужны какие-то там деньги, то задайте ему следующий вопрос. А что мы с тобой прямо сейчас можем сделать, чтобы эти деньги получить, раз они нам так с тобой нужны? Вот это основное, потому что до тех пор, пока муж дает деньги, это проверенный опыт мной и еще многими людьми, мы эти деньги тратим. Мы думаем о том, куда на стенку прилепить картинку, какой порожень как бить, вот, как хорошо будет смотреться вот эта вот штука обязательно за 500 баксов, это будет имидж, вот, обложку журнала можно купить, да? Вот, то есть, все очень просто. Так, на что поверили? Все окей? Ну, как бы, я думаю, еще один вопрос и будет окей. Там кто-то хотел задать вопрос еще, девушка, да? Да, да, конечно. Пожалуйста, какой правильный алгоритм построения бизнеса, вот, начиная с бизнес-клана, бизнес-идеи, набор группы, команды основной, то есть, как это все происходит? Вот, от начала и до конца. И, в принципе, если у человека есть идея, где рискать лучше инвестора, как это все правильно продвигать? Так, у нас есть аренда, где-то до конца месяца, до 31 июля, мы тут можем запомнили, что-то, Я не могу вам ответить на этот вопрос, к сожалению, в течение одного спича, я могу сказать так, перед тем, как делать какой-то бизнес, задайте, вернее, найдите ответ на вопрос, где в нем деньги. И попробуйте заработать их прямо сейчас. Если вы что-то хотите сделать, пойдите, попробуйте, у вас, вам нужен ресторан, например, да, задайте себе вопрос, как я буду этот ресторан продавать? Найдите ресторан, который уже существует, и попробуйте его продать. Вот, если у вас это получится, тогда уже задавайтесь другими вопросами. Еще раз, самое главное правило, перед тем, как чуть-чуть создать, не думайте о том, как потратить, думайте, как достать деньги, для того, чтобы их вложить. Поверьте мне, с тех пор, когда я стала зарабатывать деньги, никакой рекламы никогда в жизни я не купила, не обдумав этого, не задав главный вопрос, сколько денег мне это принесет. Любые вложенные деньги должны приносить. Когда мы начинаем думать, как потратить деньги инвестора, как потратить деньги еще у чьи-то, это самое приятное, что есть. Но, увы, это не бизнес. Бизнес – это там, где деньги приходят. Вот и все. А деньги должны приходить именно те, которые ваш бизнес способны провоцировать. Вот и все. Учитесь на маленьком. И не ставьте себе влоги, что без денег бизнес открыть нельзя. Это все неправда. Их нельзя открыть без мозгов. Поверьте. Большое количество денег и отсутствия мозгов в общем-то ничего не поможет. Вот. Я вам желаю, чтобы у вас все получалось. Я хочу очень, чтобы сегодняшнее выступление каким-то образом на вас отразилось, положительно или позитивно. Здесь есть номер телефона, на который вы можете отправить свое имя, свой имейл, и мы вам пришлем заместить нового боевого мастер-класса, который называется «Мозговзрыв», собственно, в котором я как раз и рассказываю, и посвящаю очень много времени непосредственно тому, каким образом найти найти сильные стороны, которые помогут вам реализоваться. Спасибо большое, что вы тут были, спасибо большое, что вы все не поплыли. Спасибо вам большое за ваш мастер-класс, за ваши теплые пожелания, на эти аплодисменты. Давайте еще раз поаплодируем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова